И снова всем привет, друзья! С вами, как всегда, Шуморо, и добро пожаловать в Dark Souls 3 PC-версию! Дождался я, ребята, пока Steam обновит, пока Steam установит все нужные файлы, которые нужны были для игры. Сейчас ночь, ребята, только игра вышла, я сразу же поспешил в неё зайти, чтобы записать с вами обзорчик. Пытался подключить, ребята, геймпад от PlayStation 4, нихрена он не работает, даже со сторонними программами, которые я устанавливал. В общем, сегодня мы поиграем на клавиатуре мыши, сделаем свой первый взгляд, да и вообще оценим и посмотрим, что вообще у нас нового в Dark Souls 3. Я не смотрел версии на Xbox, и прочие, соответственно, консольные тоже версии я не рассматривал, я ждал PC-версию, и, соответственно, для меня будет всё приятным удивлением. Надеюсь, для многих из вас тоже. В общем, друзья, если вам нравится Dark Souls, не забывайте поставить лайк, а мы приступаем. Поехали! Новая игра. Фу. И, в самом деле, замок, что зовётся Лотриком, стоит там, где сходятся земли повелителей пепла. Покоряя север, пилигримы убеждаются в том, что старые сказания не лгут. Огонь затухает, и повелители покидают свои троны. О, господи. Вот это атмосфера, да. Это, ребята, Dark Souls. Её, эту атмосферу ни с чем не спутать, друзья. Давайте смотреть дальше. Когда огонь под угрозой, когда звонит колокол, Повелители пепла поднимаются из своих могил. Олдрик, святой покровитель глубин. Легион нежити Фаррона, хранители бездны. Бенч. И мрачный повелитель из осквернённой столицы. Гигант Йорм. Гигант Йорм. Зато мы знаем, кому можно надрать задницу в этой игре. Так. А дальше? Но в действительности повелители оставят свои троны. И негорящие восстанут. Безымённая, проклятая нежить. Недостойная стать беплом. И стало так. Негорящие всегда ищут угли. Dark Souls 3 Страшно. Мне нет. Ну и ладно. Так. Хорошо, друзья. Мы, значит, создаём персонажа, да? Давайте Эдвард Шимору. Пол. Мужской. Возраст. Зрелые. Класс Рыцарь. Так, давайте пройдёмся по классам. Рыцарь, наёмник, воин, глашатай, вор, убийца, чародей, пиромант, клирик. Всё то же самое, что и было, ребята, в предыдущей части. Я всегда начинал себя создавать персонажа с нищего. И думаю, в этой части я сделаю точно так же. Потому что здесь сбалансированные характеристики. Но есть свои минусы у нищего. Соответственно, экипировка каждого класса, она, ребята, отличается. В принципе, так было во всех частях Dark Souls. И в этой части то же самое. В принципе, неудивительно, да? Давайте возьмём нищий. Погребальный дар. Вот это уже другая тема. Я не знаю, какие есть плюшки, секретики и так далее в Dark Souls 3. Но в каждой части Dark Souls погребальный дар значил, грубо говоря, означал свою ветку прохождения. То есть, если ты там брал, например, какой-то камешек там в предыдущей части, ты мог его положить в гнездо и получить оружие и так далее и тому подобное. Здесь я не знаю, что к чему работает. Кольцо жизни, небесное благословение, чёрная огненная бомба, в принципе. Тема. Огненный самоцвет. Материал для получения огненного оружия. Подойдёт воистину. А, войну лучше любых безделушек. Я не знаю. Давайте, наверное, возьмём, ребята. Красное око нам не нужно. Монетка тоже. Душа тоже. Давайте возьмём огненный самоцвет. Макеты лица. А вот и, ребята, у нас есть макетики. Видимо, лица. Да? Так, а как нам повернуть-то персонажа? Как-нибудь повернуть можно, пожалуйста? Вот здесь как-то неудобно сделано. Вот. А, вот. Мы можем повернуть. И теперь можно, конечно же, посмотреть, что у нас будет за стандарт лица персонажа. Господи, боже мой. Господи, боже мой. Уроженец иритила. Пускай будет уроженец иритила. А, телосложение уроженца иритила. Ммм, выбор не такой уж большой, друзья. Чё-то как-то... Чё-то как-то так-то, как-то так-то, ребята. Непонятно. Чё-нибудь пропорциональное вообще у нас есть? Грузное тело. Хорошо, хоть не грустное, ребят, так. Хе-хе-хе. Так, подождите, ребят, сейчас разберёмся, сейчас разберёмся, как здесь. Маленькая голова. Полная сверху. Ну, давайте пускай и будем. Мускулистая фигура. Внешность. Внешность, внешность. Вот. И здесь мы теперь уже можем, соответственно, определять, да? Какой голос у персонажа? Зрелый. Тело. Мускулатура. Обычная. Или мускулист будет. Волосы на теле густые. Хе-хе-хе. Нет, густые волосы не будем оставлять, ладно. Назад. А, детали внешности. Ммм, теперь они сделали так, да? То есть, вот здесь мы определяем с вами размер нашей головы, насколько она большая, маленькая. Тело. Тут, получается, у нас пропорции идут, да? Сделать решили так. В животе талию-то можно сделать? Да, будет талия такая. Руки, насколько мощные у нашего пацана. То есть, насколько они большие или насколько они мощные. А, то есть, вот тут непонятно. Так, окей. Я, вроде бы, здесь сделал, да? Теперь назад нажимаем. Основной цвет кожи. У-у-у. Что-то здесь у нас все жестко, ребята. Жестко. Во! Черный, как ночь. Темного эльфа, ребята, с вами будем создавать. А что, здесь можно прям поугарать вот так вот? The Devil. Come for ya. Давайте сделаем красного дьявола, ребята. Красного. Адского дьявола. Который поработает. Эй, ну чё ты, блин, красного адского дьявола, говорю, сделаем. Окей. Во. Тон, кожи, цвет. О, господи. Здесь, ребята, неплохой такой редактор, как вы видите. То есть, сколько у нас будет красного, например, сколько у нас будет того или иного параметра. К сожалению, бегунок нельзя мотнуть далеко. И это не очень приятно. Так. Редактор, как бы, нормальный, в принципе. Нормальный. Относительно, да? Внешний возраст. То есть, насколько видите, старый у нас персонаж. Эстетика лица. Больше он склонен к женскому, либо к мужскому. Я изменений практически не вижу, если честно. То есть, вообще не вижу, ребята, изменений по лицу. Не знаю, как вы. Этот редактор мне нравится явно меньше, чем в предыдущей части Dark Souls. Но в Dark Souls все-таки, ребята, главное не редактор. В Dark Souls главное все остальное. Давайте сделаем вот такие вот акценты. Например, нам абсолютно не важно, какой у нас будет персонаж. По идее, правильно? Форма лица, пропорции лица. Здесь, кстати, можно менять. Размер носа. Ну вот куда он? Ширина лица. Насколько широк? О, господи. Что я наделал, ребята? Что я наделал? Боже мой. Что у нас получается? Это жесть вообще. Это жесть вообще. Господи, что с ним происходит? Я... О, мой бог. What a fuck, man. Я не знаю, он похож на какого-то персонажа из фильма у нас, ребята. Лоб переносится, глаза, губы, пропорции лица. Где? Подожди. Где у нас челюсть? Где? Как можно что изменить? Я не вижу, что что-то меняется вообще. Нижняя челюсть. Высота, да? Ширина челюсти. Хочу широкую челюсть, например. Я не вижу изменений вообще, друзья. Нет, они как-то делаются, но как-то очень уж очень медленно. Непонятно, что я вообще наделал. Ладно, назад. Так, значит так. Все понятно, ребята. Надеюсь вам по редактору. Как бы я не буду сейчас заостряться прям именно на нем, потому что у нас и так много времени на него ушло. Ладно, давайте не будем об этом. В общем, вы в принципе понимаете, да, что в этом редакторе персонажа можно сделать все что угодно. Ну вот, прическу. Ну такому лицу ничего уже не поможет. Вот. Вот. Хе-хе-хе-хе. Да, цвет бороды. Он будет седовлас и седовлас. Ну-ка, а если мы сбросим все на нолик? А если все на нолик, то он будет абсолютно, получается, черный должен быть, да? Или нет? Сейчас проверим, друзья. Да, так и есть. Ладно, нажмем окей. Ресницы. Ресницы. Ресницы пусть будут длинные. Цвет ресниц будет такой. А брови, цвет волос, прическа. Не, ну вот эта прическа ему идет больше всего, как мне кажется. Ребята, да. Да, вот эту прическу мы и оставим. Я думаю, это самое то, ребята. Он воинственный, то есть брутальный очень выглядит. Соответственно, все очень хорошо. Цвет зрачков, зрачки. О-о-о. Ну все, звезда. Вот так вот. Правый значок, цвет правого. Левый зрачок, цвет левого зрачка. Ну постарались, постарались, конечно. Макияж, ребята. Макияж. Макияж вокруг глаз. Цвет вокруг глаз. Он же у нас должен быть демоническим, да? Мы создадим демона из ада. Из самой бездны. Господи, какого урода я создал. Помада нет, это мне не нужно. Татуировка. Татуировка, татуировка. М-м-м-м-м. Какой бы, какой бы портак ему жесткий прям. Чтобы все это лицо, ребята, скрыть от всех. Так-так-так-так-так. Есть что-нибудь жесткое прям? Прям такое отвратительное и мерзкое. Чтобы все боялись. Опять же повторюсь, нам нужен персонаж. Которого все будут бояться в ПВП, ребята. Чтобы он, ой господи, сказал сразу. Господи, что за херня? Что я за херню? Я увидел только что. Вот типа такого чего-нибудь нам нужно. М-м-м. М-м-м. Адская татуировка. Татуировка. Татуировка из ада. Положение. Дюн-ду-дун-дун-дун. Вот так вот пойдет тату. Угол расширения. Во. Вот это я понимаю. Вот об этом я вам и говорил, друзья. А теперь попробуй. Скажи мне, что у меня не страшный персонаж. Отлично. Отлично, ребята. Отлично. Все идет у нас невероятно здорово, как мне кажется. Так, можно идти дальше. Можно идти дальше. Тело. Детали внешне. Основной цвет кожи теперь останется только поменять. Вот. Теперь ты настоящий демон. Из ада. Вот это да. Вот это все, ребята. Я, по-моему, достаточно, ребята, извратился. Вот это да. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. И, может, все-таки, все-таки мы немножечко изменим ему. Господи, я не могу остановиться. Я так люблю редакторы, ребята. Я так люблю редакторы персонажа, что не могу остановиться. Боже мой. Ну что ж с тобой не так-то, а? Волосы. Мне кажется, прическа сейчас является самым минусом нашего персонажа, сука. Так, ладно, 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 успокойся. Или вот так брутальнее. Вот так брутальнее. Или как сделать-то побрутальнее, чтобы его боялись... Вот. Вот, ёпта, бля. Не, он будет лысым, короче. Он будет лысым вот таким. Ладно, все, девочку нашу не будем трогать. Не будем его делать девушкой. У него все-таки должны быть мужские достоинства, правильно? Так, окей. Окей, мы выбрали с вами все, что нужно. Мы сделали с вами как хорошего пацана. Значит, он сильный, бодрый. И давайте, наконец, перейдем к геймплею. Потому что 15 минут ролика у нас у ребят ушло именно на это. Кстати говоря, в предыдущей части Dark Souls, ребята, я играл на геймпаде. И поэтому управления на клавиатуре вообще не знаю. А жалко, что у меня боксовского и геймпада нет. Итак. А вот и сама игрулька, ребята. 60 кадров в секунду. Максимальная графика специально для вас, дорогие друзья. Ой-ой-ой, что же сейчас будет? Вот он наш демон. И я пришел в этот мир. Дабы горела жопа. Дабы страдал мой персонаж. Так. Кладбище. Пепло, ребята. Прыжок. Удар. Вверх-вниз. Так. Право-лево. Управление камерой. Это понятно. Так. Как у нас меняется... Так. Получается, это у нас какой-то рывок. А правый... Соответственно, у нас поворот. Правая мышка, кнопка. Это у нас блок. Блачетский идет. Как менять фляжки с эстусом? R. Это испить. Это испить, ребята. Закрыть эту дичь. Нужно постоянно приходится... Надо срочно иксбоксовский, ребята, геймпад, короче, вводить. Потому что переключаться между этими темами я пока не знаю как. Ладно, разберемся. Поехали. Прочесть послание. Сразу же у нас послание, да, ребята, какие-то? Управление камерой. Все понятно. Дальше послание. Обычная атака. Это понятно. Почему-то написано опять по-геймпадовски, ребята. Ну, это писишный порт. Он всегда, в принципе... Опа. Привет, бичара. Давай, маленький. Что ты думаешь по этому поводу, сладкий мой? Как тебе нравится, сучка? Нравится тебе, демон ссаный? Вот так вот. Нехер с папочкой спра... Пытаться справиться. Так, ребята, сейчас все сделаем красиво. Сейчас вот это вот говнецо нужно поправить. Потому что скорость мыши здесь какая-то наедичайшая. Я не знаю, еще меньше ее можно сделать, нет? Во, вот так вот более-менее. Итак, что же мы имеем, ребята? Что же мы имеем? Мы имеем бомжа, которого мы только что... Че маленький? Я помню, что такое Dark Souls, сладенький мой. Четкий мой. Так, хорошо. Этого мы, пацана, ребята, зарубили. Обобрать труп. Ф менять стойку. Отлично. А пепельная фляга с эстусом, ребята. А, вот, на шарик мы меняем. Все, я понял. Я понял, ребята, все довольно просто. Эфочка, а ты, значит... Вот, мне нужна вот так вот. Иди сюда, сучечка моя. Вот мои демоны хорошие. Вот мои сучечки сладенькие. Так, хорошо, ребята, давайте, ладно, пробегаем дальше. И смотрим, что здесь да как вообще происходит. Мы нашли с вами фляжку с эстусом. Пепельная фляга с эстусом. Че значит пепельная фляга с эстусом? Что за троллинг? Че мы получаем? Ни хера не понятно, че значит пепельная фляга с эстусом. Но, тем не менее, ребята, мы будем с вами пытаться разобраться. Инвентарь, кстати. Как здесь инвентарь работает? Через эскейп только? Или есть какая-то горячая клавиша? Пепельная наполняется эстусом у костра. Восполняет. Там все понятно. Обобрать труп душа. Хорошо, мы собираем душу. Блин, я, ребята, поеду сегодня же и куплю себе Xbox контроллер. Если вам понравится Dark Souls на моем канале, друзья, я, конечно, буду этому безумно рад. Я и в игру играть буду. Но, если вам не понравится, если вы этого не захотите, я, соответственно, снимать этого не буду. Но сам я в нее, ой, как буду играть. Ты че там, сука, в кого ты там стреляешь, блин? Я красный демон. Так, давайте вон того вон пацана сейчас убьем, который здесь нам мешается. Он, видите, у нас крайне агрессивный. У него какая-то херня, арбалет какой-то, да? Да тихо, пацаны, тихо! Успокоился. Успокоился, блин. Так, есть у вас че? Нету вроде бы. Так, два раза на пробел, соответственно, мы можем с вами сделать перекатик. Игруха идет крайне плавно. Ну, на моей машине это GTX 980 Ti, i7 4970. Ребята, в принципе, надо было бэкстепить их. В принципе, все довольно классно, ребята, работает. Вон там бомжик побежал, игрок уже куда-то обратно, видимо, через начальную локацию. Чем примечательно, ребята, еще Dark Souls? Можно бежать сломя голову прямо, да? То есть по игре. То есть сломя голову ты бежишь, пытаешься пройти и так далее. Dark Souls это спидраны. Есть ребята, которые занимаются спидранами. Занимаются, соответственно, качественными, сложными, быстрыми, точнее, прохождениями. А есть ребята, которые любят осматриваться. Вообще, в этой игре лучше осматриваться, дабы знать какие-то интересные секреты. Ух ты там. Это что за херня там? Так, ну-ка, ребята. Это что? Оба-на! Я понял вас, сэр. А вот и первая жопа, ребята, в Dark Souls. Вот и первая... А вот и первая наша босяра, ребята. А вот и первая босяра, на которой мы с вами сейчас скоро будем страдать и чувствуем. Какие умения у этого есть, говно? Так, понял. Давайте сначала изучим. Как всегда, ребята, в Dark Souls нужно изучать своего оппонента. Как когда можно пронести удар? После чего можно пронести удар? Вот он сделал, соответственно, удар я сделал, а кувырок. Так, ждем, ждем, ждем от него. Ммм, блок-то не раб... Ой, ребята, это жопа. Это жопа, ребята, это жопа, все понятно. Ладно, друзья, давайте пропустим этого босса. Не будем сейчас усугубляться, так сказать, в первом взгляде, в дрочь с пацаном. Поэтому мы даже, наверное, не будем души забирать. Там их, в принципе, было мало. Не будем агрессировать на него. Просто пройдем дальше и посмотрим, что еще представляет из себя начальная локация. Да и вообще очень интересно, как бы. Поэтому я хотел бы продвинуться дальше. Сейчас мы просто всех здесь повырубаем, ребята, по бэкстепим. Может быть, может, не по бэкстепим. В общем, пройдемся, продвинемся немножечко подальше. Босяра это всегда прекрасно, особенно на начальной локации. Но там босик такой, что жопка возгорает. Как говорится, возможно, он и не для самого начала. Возможно, нужен класс другой. Как бы, если бы у меня было что-то метательное, либо стрелятельное, то, я думаю, не было бы проблем вообще с ним. Но так как мы играем нищим, нам нужно изучить сначала начальные локации. Поэтому давайте продвинемся дальше. Так, у нас есть, получается, костерок, ребята, есть. Есть костерок. Так, нам открыли достижение. Первый сигнальный костер. И... Бомжик есть. Привет. Привет, а че ты? Че, не понимаешь, что ли? Не знаешь, что такое бэкстеп, что ли? Бомжик мой сладенький. Так, бомжик сладенький теперь знает, что такое бэкстеп. О, здесь уже посильнее, пацаны, ребята, пошли. Обратите внимание. Ой-ой-ой, зря ты так сделал. Братан, братишка, братик. Спокойно. Но здесь, благо, есть у нас костер. Еще бич идет. Хорошо. Воу-воу-воу-воу! А че это вы здесь накидались-то? Пацаны и девчонки. Короткие юбчонки. Давай, маленький. Чувствуй. Чувствуй мой удар. Ой, бэкстепом промазал, ребята. Ну, хватит уже. Хватит уже этих детских игр. Ты же знаешь, я и так закончу с тобой быстро. Священный колокольчик, угасающая душа. Очень много душ, кстати говоря. Мы здесь с вами набираем. Так, что мы видим, ребята? Почему у меня бежит сам персонаж? Ай-яй-яй-яй-яй. С управлением тоже портаки, ребята, на портированной версии. Такое бывало уже, когда я смотрю в разные стороны. У меня случается всякая дичь. Так, у костра мы не отдыхаем, чтобы не резнуть локацию. И двигаемся, соответственно, дальше, ребята. Давайте смотреть, что будет дальше. У нас здесь постоянно предупреждение. Во время рывка прыжок. А, чтобы... Так, а рывок у нас... Рывок у нас это чё получается? Подождите, вот сюда вот мы. Хм... Я понял, там можно сверху спрыгнуть. Рывка. Рывок у нас на клавиатуре. Блин, как неудобно без геймпада, ребята. А вы не представляете. Наверное, вы представляете... А вот, на пробел же рывок, ребята. А потом прыжок, всё. Всё, теперь я понял, здесь зажатый пробел работает. Привет, маленький. Привет, сладкий. Как твой день сегодня прошёл? Там ещё один есть. Да-да-да, ты будешь мой. Ты будешь мой мальчик. Ты будешь мой зайчик. Вот так вот дубиночку мою вставляю в него. В этого бомжа. Давайте попробуем всё-таки забрать и посмотреть, что там наверху. Блин, а вообще, на самом деле, в эту игру хочется играть... На видео, конечно, ты многочасовые записи не поделаешь. Потому что... Ну, в эту игру конкретно устанешь просто комментировать. А в эту игру... Классно отыгрывать, изучая всё вокруг, ребята. Как я уже говорил в начале нашего обзора. Реально ходить и изучать всё вокруг. Это просто офигенно. Потому что здесь может быть столько разных секретиков, всяких... Подождите, это бомжара там какой-то? Чёрт подери. Чё, мне сейчас биться, что ли, с тобой? Тсс. Ой, 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 ой. Так и знал, так и знал, что сейчас что-то будет. Вытащить меч. Ооо, так вот. Оооо, да! Это мне нравится. Первый босс, ребята. Какие удары ты имеешь у нас? Маленькие. Какие удары? Ммм, знакомо. Знакомо, мальчик мой. Знакомо, сладкий мой. Это мы знаем по... Так, чё ещё? Чё ещё умеешь? Главное в Дарк Соулс, ребята. Когда ты сражаешься, ты должен изучить повадки противника. Что он умеет, ребята? Вот здесь нужно фляжку сейчас быстренько шлёпнуть, пока у него такая атака проходит. Да, ещё умеет он... Ах ты как так-то? Вперекат! Вот прям по мне попал. Всё, понял? Понял тебя, зайчик мой. Понял тебя, зайчик. Сейчас папочка встанет тебя и ушатает, ребята. Со второго раза, смотрите. Второй трай для нас это просто факин изи. Вди-баде, вди-баде. Убедительная просьба всех пассажиров сделать потише. Да, сука! Да не наперёд же, сука! Не надо было так! Да я спокоен абсолютно. Ах ты, тварь! Всё, ребята. Я, значит, пердаком своим остыл и готов входить, врываться и убивать долбанного ублюдка. Я сосредоточусь только на нём. Души брать не буду. Только это он и я. Только он и я. Давай! Ребята, давай! Давай! Тактично! Эстетично! Сука! Спокойно, 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 спокойно. Главное действовать. Хладнокровно. И эстетично. Ну и тактично ещё немножко. Вон, как я это делаю. Так, души взял, хорошо. Давай, маленький. Свою лучшую прокидочку мне показывай. Давай, сладкий. Это факин изи вообще. Так, спокойно. Я чувствую тебя, ты чувствуешь меня. А вот это обманка была, ребята, жёсткая. В демона когда собираешься превратиться уже? Превращайся. Да. Отходим, отходим, отходим. И ждём прыжка. Отходим и ждём прыжка демонического. Давай, демон с саной, прыгай. Прыгай. Ах, почему не прыгнул-то? Вот этого я ждал, вот этого я ждал. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Давайте, ждём прыжка, ждём прыжка. Для пирожка. Давай. Для его пирожка. У него пирожок, а у меня большой член. Так, давай. Давай, сучка, влево главное уходить. У него пирожок, а у меня огромный, огромный член, который я ему сейчас вставлю. Влево нельзя уходить было, дурак. Дурак с саной, так тихо, спокойно. Так, ушли вроде, ушли. Отходим назад, отходим назад, отходим назад очень быстро. Вправо уходим, вправо, вправо, вправо. Так, здесь, здесь отошли. Ждём прыжка, ждём прыжка. Ты видел его лапу, ёпта бля. Давай, давай, давай. Да, сука, да, мразь, на тебе, сука. За всё. Да, и теперь. Дорогие друзья, возможно, я был немножко не сдержан в своём начинании убийства этого босса, но, тем не менее, дорогие друзья, мои любимые, я это сделал. Сучка эта, соответственно, была крайне повержена, обескуражена, как говорится, нашим с вами напором. Как мы её быстро вообще размачивали, она даже не успела заметить, как мы её убили. В общем, друзья, было весело довольно, достаточно весело. Как мне кажется, дальше мы с вами остановимся. Я немножечко, так сказать, взбодрился этой игрой. В общем, вы можете сделать виды графической составляющей игры, сделать, точнее, выводы, да. Вы можете сделать выводы других составляющей игры, соответственно, первого босса, который является крайне интересным, как мне кажется. Так, что значит оставить, что оставить? Мне бы, пожалуйста, левелочек повысить. Нет, здесь нельзя левелочек повысить. Здесь можно только оставить, к сожалению. Ну, так вот, это был такой обзорчик, ребята. Dark Souls 3 на PC. Делайте свои выводы. Если вы хотите продолжение этой невероятной игры, я с удовольствием для вас его поснимаю. В общем, всем пока, всем спасибо. Я желаю вам удачи в прохождении и оставаться таким же хладнокровным, как я, дорогие друзья. До новых встреч. С вами был Шиморо. Подписывайтесь на канал. Всем пока.